коллективов. Так, праздничное настроение на сцене создавали клуб авторской песни «Оазис», театр-балет «Подснежник» и клуб исторического танца «Темпус Салтанди». По соседству со сценой располагалась площадка, на которой свое умение в историческом фехтовании и стрельбе из лука показывали гости из Москвы, Калуги и Обнинский клуб «Вальхалла», который является организатором действия. И хотя в таких боях используется облегченное оружие, историческое фехтование – все равно достаточно травмоопасный вид спорта. Поэтому без необходимого обмундирования выходить на поле просто запрещено. Металлические доспехи, рубахи, шапки – все эти вещи скованы и шиты по образцам прошлых веков. «Это шапка, это исторический аналог. Шапки северян, варягов, викингов. В ней можно спокойно находиться в любую погоду. Она хорошо вентилируется. В ней тепло зимой и прохладно летом». Средневековый город в этом году посетили также сотрудники и воспитанники зоозащитного центра «Новый ковчег» – икона спортивного клуба «Вертикаль». Последние исполнили красочный цыганский танец, который никого не смог оставить равнодушным. Здесь же на поляне разместились шатры-мастерские, где можно было научиться плетению морских узлов и всевозможному рукоделию. «Это очень просто. Просто берется шерсть, скатывается и обрезается мылом. Она скатывается и получаются шарики. Из этих шариков можно сделать бусы, ну, что хочешь». Покинув славный город Министрильник, мы направились в город мастеров, расположившийся по традиции напротив «Дом для дома». Там нашему вниманию предстали уже готовые ремесленные изделия. Среди них – как работа профессионалов, мастериц обнинского клуба лоскутной техники вдохновения, так и любителей. Например, Тамара Котовская вниманию горожан представила деревья счастья, выполненные из бисера и орегами. «Такие лебеди, они делаются из простой белой бумаги. Вот такие подарки мы дарим на свадьбу молодоженам и на бутствие, чтобы они также были верны друг другу, как эти лебеди. Было лебединое счастье у них». Немалое количество работ, выполненных из дерева, представили гости Обнинска. К примеру, новгородские мастера привезли с собой берестяные шкатулки и обереги, а ивановские – товары за осиновой стружки. Последний, кстати, оказался самым ходовым на ярмарке. Цветы из осина долговечны и хорошо вписываются в интерьер любого помещения. «Ухаживать за этим материалом тоже очень легко. Можно под душем, можно пылесосом, а можно этими щеточками для пыли». Большим спросом пользовались и глиняные поделки. «Очень люблю день города. Вот была, отдыхала у мамы, приехала на день города. Ну и, как традиции, всегда покупаю из дня города сувенир. Вот в данный момент купила такую бабушку с печечкой. Это тепло, кошечка и уют в доме». Пока мастера-ремесленники радовали горожан своими работами, а те с неподдельным интересом рассматривали их и скупали, пока обнинсы слушали и всячески поддерживали выступления народных коллективов, которые проходили на развернутой здесь сцене, на другом месте.